Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, ваш текст, который вы нам сказали. Пожалуй, первое, что хочется сказать, это что вы немножко в небо адресу обратились, потому что психологи не дают советов, вот психологи помогают разобраться в себе, но не дают советов. Поэтому за советами, я думаю, вам, наверное, имеет смысл обратиться куда-нибудь ещё, да, но не к психологам, не к нам. Вот, это то, что для начала я о чём хотел бы сказать. Следующее, на что важно обратить внимание, это на то, что у вас достаточно много обид и агрессии на своих родных. Вот, не прожитых, очевидно, не прожитых переживаний, вот, которые вам нужно помочь пережить, которые вам нужно помочь отреагировать. Вот, и в том числе, возможно, выразить что-то своим близким, своим родственникам. Вот, это, ну вот, такая позиция, я бы сказал, более, может быть, прогрессивна что ли. А вы говорите, как строить отношения теперь с ними. Всё равно я езжу к ним на родину папы. Вестивые. Вот. Сейчас они наверняка довольно счастливы, что они живут с ними, я, конечно, езжу к ним в деревню, отношения, конечно, не такие, какие тогда, а какие. Ну и от них мне не по себе, говорить с ними об этом страшно, но и обида осталась. Для чего с ними об этом говорить? С обидами можно поработать. Смотрите. Обида – это ваши собственные, собственные ожидания, вот, которые у вас имеют место быть. И они ничем не подкреплены, эти ожидания, вот, в плане того, что люди им не соответствуют. Но они у вас есть, и вы чувствуете себя хуже, когда эти ожидания не обрадуются. Поэтому с этим, а также с тем, каким образом вас задевают, ну, отношения ваших родных, да, как оно вас задевало, точнее. Можно в этом направлении поработать. Дальше, какие отношения с ними строить теперь? Да, вот, какие вам комфортно, какие вам и им комфортно. Чего, чего хотите вы? Вы, понимаете, у вас нет в тексте, у вас нет главного. Забросы. То есть, вот, забросы к психологам у вас отсутствуют. Что вы хотите, какую проблему вы хотите решить. Вот, это важно, на мой взгляд. Ладно, чтобы вы для, ну, чтобы вы для себя на этот вопрос ответили. Вот. Потому что выстраивать отношения можно, когда партнеры гармоничные. Ну, если не полностью, то хотя бы в какой-то степени, а у вас обида, и вы обиду будете проецировать, скорее всего, переносить, скорее всего, на этих людей. И общение адекватного вам такого не получится. Вот. То есть, вам, вероятно, чего-то хочется, но вот до сих пор, может быть, вы сами себе не отдаете отсчет в том, чего именно вы хотите. Вот. Давайте разберем теперь сектор. Мне 26 лет, если муж и детей пока нет, сейчас испытываю душевные терзания прошлого. Ну, это значит, что прошлое не прожито вами, а в настоящем у вас нет в полной мере увлеченности и реализации такой, чтобы вот чувствовать себя комфортно. Раз снова и снова вы, грубо говоря, возвращаетесь в прошлое. То есть, нужно понимать, что в прошлое человек возвращается, когда ему в будущем, ему в настоящем, простите, не так интересно. Вот. Так что, это вот вопрос к вам. Насколько ваша жизнь, ну вот настоящая жизнь, да, она актуализирована? Сейчас. Насколько вы привели ее в гармонию? То есть, мне лично вот показалось, исходя из того, что вы написали, да, мне лично показалось, что вы как-то вот встретили человека в 19 лет и как бы на него направили свою энергию свою энергию. Вот. Но при этом, как бы ваши собственные трудности, они остались и никуда не девали. Вот. Если я прав, то вы, ну вот, как бы сказать, в таком случае, просто сменили одну зависимость на другую. Вот. К сожалению. Ну. Хорошего в этом, для вас ничего быть не может в принципе. Поэтому. Об этом тоже стоит подумать. о том, какое значение для нас имеет человек, да, и как вы к нему относитесь, к своему мужу, я имею ввиду. Вот. А может быть вы там слишком сильно в нем нуждаетесь, может быть вы слишком сильно на него ориентированы, да, то есть вот. Постарайтесь подумать о том, насколько вы реализуете на сегодняшний день именно себя, да, постарайтесь подумать, насколько вы заботитесь именно о себе. А вот. Постарайтесь, эм, 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 подумать над тем, эм, можно ли как-то, эм, улучшить эм, то, как вы живете сейчас. Дальше, начнем с того, что в 40 лет умер отец, мама ушла из жизни в стража и осталась одна на подпишении двоюродной сестрой, а дед как потом узнал о предстерег моих девчонках, чтоб в этом случае они обо мне позаботились. Ну, я понимаю, вам было очень тяжело, плюс возраст, такой подростковый, но очень важно здесь понимать, где пережили ли вы смерть отца и матри, отпустили ли вы, или до сих пор вас это травмирует. Сначала с двоюродной сестрой были чудесные отношения, но потом, когда стал вопрос жить с ними, я сначала упиралась, что мне лучше будет жить с ее матерью, она сказала, что органы опеки будут проверять, и тетя не может в силу возраста меня опекать. Я вынуждена согласилась, вынуждена согласилась. Ну, я не очень хорошо здесь понял, а вы говорите, что значит тетя может, ой, тетя не может опекать вас в силу возраста, а двоюродная сестра может, но ведь двоюродная сестра младшая тетя. То есть, как-то не странно получается, возможно, вы что-то не так написали, но странно получается. Приняли друг друга сначала нормально, а мне, конечно, после смерти остается трудом удалось удавалось, и все что старалось сохранить нормальные отношения. здесь опять же нужно, чтобы вы как-то более подробно раскрыли. Чем конкретно вам было тяжело, вот, то есть, как будто бы вы обвините двоюродную сестру в смерти отца. Я не знаю, конечно, я не утверждаю ничего, наверняка, но выглядит это, ну, выглядит это именно таким, боюсь, образом, вот, что вам тяжело, ну, выстраивать отношения с, э, верной сестрой, потому что вы обвиняете ее смерть отца. Или считаете, что из-за нее ваш отец умер. Дальше, значит, здорово, сохранить отношения. Ну, опять же, понимаете, здесь есть такая только-толькость, что сохранять отношения именно, именно отношения. Это не лучшее занятие, потому что, когда вы сохраняете отношения, вы смещаете акцент, э, значит, с человека. Вот. То есть, человека, на человека самого внимания вы уже не обращаете. А важно все-таки именно человек в первую очередь. Не отношения. А вам человек не интересен. Был. Видимо, ну, во двоюродных странах. И я не знаю, может быть, вы бы не были, э, сами себе интересны. Тогда встает вопрос о том, э, как вы жили еще до смерти своих родителей или смерть родителей вас вот так сильно изменили. Э, непонятно. Здесь это непонятно. Вот. Но то, что у вас акцент именно на отношениях, а не на человеке, это очевидно. И это не может быть, не может не быть проблемой. Потому что люди выстраивают отношения друг к другу. Отношения не являются самоцелью здесь. Но для вас это, для вас они являются самоцелью. Спустя какое-то время мне, э, ее стало, э, во мне не устраивать. Э, начала критиковать, что я не такая хорошая, как ее дети. Ну, вы здесь, образно говоря, пишите о переменах. О переменах, в, э, ну, в отношении вас. Я, конечно, не знаю, но перемены обычно не возникают на просто месте. То есть, если перемены случаются, у этого есть какие-то причины. У этого есть основания. И вам, вы, э, э, на эти, на эти, э, основания, вам, вы, на эти основания. Ну, обратить вот, свое внимание. Потому что, возможно, тут только возможно, что-то вы упустили. Чего-то не заметили. Понимаете? Аго. Ага. Бесконфликтную модель отношений. На конфликти конфликтную модель отношений. Не меняют. Этому не учитывалось. Я думаю, сейчас, когда вы уже взрослая, я думаю, вы это, вы это понимаете. Вот. Поэтому. Я верю вам. Я не говорю, что вы обманываете. Прямо. 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 Но, тем не менее. Значит, она должна сравнивать, сравнивать меня с детьми, пересказывать мне сплетни, которые рассказывали, вероятно, родителей одноклассников, что они мне клички придумали, если я маленькая старушка, дикая и прочая. Ну, здесь вы столкнулись с тем, как видят вас другие люди. И вам это, конечно, было тяжело. Но, во-первых, в подростковом возрасте у человека уже есть основные элементы восприятия себя, представления о себе. Да, оно корректируется, конечно, корректируется, но основные элементы представления о себе уже есть. И опять же здесь вырисовывается такая картинка, что вы себя как будто бы изначально уже не принимали. То есть вы в эту ситуацию вошли уже с некоторыми проблемами. вот. Так это выглядит. Я не уверен в этом, сразу скажу, сразу скажу. Я не уверен в том, что... Говорю. Я не могу быть уверен в этом. На, грубо говоря, там, сто процентов. Вот. Но... Как бы... Получается... Пока что. Получается такая ситуация. А может быть, взаимодействие с вашими родителями не позволяло вам увидеть эти проблемы, а теперь они видят? Ух ты. Я маленькая старушка дикая. То есть, вот. Что это значит, да? Что я маленькая старушка, что я дикая, это всё. Это какие-то вот, ну, какое-то вот мнение о вас. Мнение о вас, значит, ну, со стороны вот людей, да? И вам, ну, это мнение, оно неприятно. Я понимаю, я не говорю, что вам оно должно быть в приятном мнении. Но вы как-то реагировали на это. И важно понять все нюансы вашей реакции. Её по брючке как-то разок зашли. В гости и при меня ей после научки она шептывала гадостью, что я из леса или из деревни. Здесь вы говорите про свой стыд относительно происхождения. Об этом вы здесь говорите или что? Ну, то есть, почему вы на этом застряли своё внимание? Это ладно. Если вы следите своего происхождения, если вы чувствуете некие, некие, ну, может быть, социальные конфликты, конфликты, вот, то вам можно помочь эти конфликты решить. Потому что это такое, ну, стереотипичное мышление в большей степени. Но то, что вы этого стыдитесь, да, то, что вам указывают, по сути, вам указывают на, ну, на те вещи, которые вы в себе не принимаете, не принимаете, вот. Это, конечно, крайне, крайне болезненный момент у меня всякого сомнения. Ну, и другой вопрос, что это нужно прорабатывать. Потому что это влияет вот сейчас, в том числе, на то, что вы можете выстраивать отношения со своими родными. В общем, я решил закрыть статистик на этот период, он длится два года. Не общаться ни с кем, ни дома, ни в школе. Ну, это нереально. Это нереально, практически. То есть, я не знаю, понимаете вы или нет, может быть, сейчас вы это понимаете. Вот, но это, по сути, просто побег. Вот. По большому счёту, это просто побег. Вот. Я не говорю, что вы поступили обязательно плохо. Вот. Я этого ни в коем случае не хочу сказать, вот, что вы поступили плохо. Вот. Возможно, вы не видели выхода, но важно немножечко другое. Важно то, как вы пришли к этому. Вот, что важно. То есть, как вы пришли к тому, чтобы, ну, спрятаться. Вот. Это же, по факту, ваш выбор из всех, ну, из всех возможных, способов, вы выбрали, именно, побег. Почему? То есть, просто вот, сбежала. Опять же, поймите правильно. Я вас не обвиняю. Я не считаю, что вы, например, там, скажем, должны были, например, поступать по-другому. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Значит, вы решили ни с кем не общаться. Ну, по сути, этим вы, вы начали ставить себя вне социума, в котором прошла. Вот. А значит, настраивали против себя людей, вызывая у людей то страх, то зависть, то такую вот агрессию. Она мне как-то сделала замечание, что я плохо отношусь к ее дочери. Я, конечно, понимал, что обижаю ее волей-неволей, но для всех не будешь хорошей. Мне кажется, здесь вы снимаете с себя ответственность за то, как ведете себя с дочерью. Потому что... Да, вы правы. Для всех хорошей, хорошей быть нельзя, но и обижать других людей тоже не приемлемо. Вот. А здесь, мне кажется, вы себя обрадуете. Вот. И с таким подходом, да, а есть ощущение, что вы считаете, что, ну вот, что жизнь, например, с вами обошлась несправедливо, и поэтому вы можете обижаться. Но обижаться кого-то, это не самая лучшая позиция. Вот. Поэтому тут, как бы, это очень важный момент. Все дети ссорятся, тем более девочки. Это опять же самооправдание выглядит как. Она вообще окончила диалог, что ненавижу. «Только пройди, дрань такая». Для меня это был огневой шок. Ну, здесь, мне кажется, вы какой-то вот флэшбэк получили, потому что очень резкий переход, непонятный контекст. Вот. И агрессия, очевидно, она не связана с этой ситуацией. Вот. А шок, который вы испытали, это больше, опять же, с защитной реакцией связан. То есть я лучше буду шоком, чем как вот ситуацию приму, да, и разберусь в ней. Вот. То есть шок нужен людям, чтобы защищаться. Вот. Опять же, я не хочу сказать, что это прямо-таки очень плохо, да, это скорее, ну, нормально. Вот. Но другой вопрос, что да, иногда это нужно, а иногда нет. Иногда нет. Иногда это на пользу, а иногда нет. Вот. И то, о чём, например, говорите вы, это скорее не на пользу, чем на пользу вам. Дальше. Эм, так, значит, это моя двоюродная шка, которым мне, ну, которой мне казалось, могу доверить много. Здесь чувствуется какая-то жертвенность и ожидание, опять же, непринятие людей такими, какие они есть, их, эм, недостатки. Моя тётя тоже стояла в стороне, как же её доченька обижает злая девочка. А ваша двоюродная сестра, она старше была вас на многое, что у неё дети, а вы подросток. Тут, опять же, чувствуется, что вы противопоставляете себя другим людям. В дневнике написано, что ты думаешь о них, чтобы хотя бы помоги излить душу, и она, эээ, ну, с одной стороны вы поступаете верно. С другой стороны, как-то так получилось, что ваш дневник прочитал. То есть, я не думаю, что это случайно. Эээ, значит, как-то она прочла его, швырнув на его лицо, что я тебя обываю, а давай ты про нас такие гадости пишешь. А какая у него должна была быть реакция? В тот день я просто пережила много слез, и я думал, что вряд ли глаз на этот свет. Ну, опять же, мне кажется, что здесь не совсем корректный, корректный контекст, потому что слишком резкий переход у вас, и мне кажется, что это связано не с этим, не с ситуацией с дневником, а более глобально. Меня поддерживала учительница, которой они тоже хотели за это доходить. Ну, то есть, есть вот, эээ, такие, знаете, клановые войны. То, что вот в психологии называется, как игра, эээ, такая игра, есть клановые войны, когда люди объединяются друг против друга. Вот. С другой стороны, обратите внимание, что вынуждается в поддержке. Эээ, так, значит, с ее дочерью мы жили в одной комнате, но вообще не общались. Ей, конечно, было из-за этого противно там находиться, но я считал, что лучше так, чем общаться, а потом долго дико ссориться. Ну, смотрите, в ссоре участвуют и вы тоже, и вам здесь взять ответственность именно за свой вклад в конфликт. Предлагаю изучить психологическую игру скандалов для того, чтобы, вот, как-то получить общее представление. Ее братики тоже доставляли сюрпризы, водили своих баб домой, устраивали мне бесплатные ночи, при этом жаловались на меня родители вместе со своими девушками, даже они тоже в этом активно участвовали. Ну, здесь вы выставляете себя жертвой, и здесь вы пытаетесь сказать, что они все плохие. То есть вы по-преднему обвиняете их, вы по-преднему видите себя жертвой. Из этого состояния нужно выходить, потому что это по жизни вам не пригодится. Я прошу родителей объяснить, что ночи мне хочется спать, а не развлекаться. Не очень понятно. Хорошее общение было только своей бабочкой, но это последствия не произошло ничего замечательного. после того, как Даша Трамп и Елена Ябернича выбрали нашу жизнь с ней, она решила устраивать на провокации и выживать из их дома. Но опять же, здесь такое ощущение, что вы сами, вот, вы склонны обвинять и принимать на свой счет. Опять же, на человека, на человека какого-то, вы не нацелены. Как будто. На третилов 19 лет своего человека, который потом жили в 5 лет, стал моим мужем. Мы думали год встречаться, весной уже жить вместе. Угу. Это хорошо, но про себя действительно забраться вам. Пришел муж с сестры и сказал, что квартиру служебную надо всем освободить. Не очень понял. Конечно, я в прошло время, сейчас они никогда довольно счастливы. Так, это я читал. Обиды осталось, с обидами можно поработать. Какие отношения с ними стоят теперь? Как и вам хочется. Такое чувство, теперь они могут из-за любого спора испортироваться окончательно. А они не испортились окончательно. Опять же, здесь контекст не ясный. Что вы понимаете под окончательно испортить, окончательно испортить отношения. Есть ощущение, что у вас тревога. Тревога – это недоверие себе, личные границы, непроработанные реакции ваши. Обрыв от чувств, точнее я бы сказал, что у вас чувства достаточно хаотично выражаются. С этим тоже нужно поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи!